Мы призваны природу защищать От алчности бездонного кармана Она для нас, для всех родная мать А мать не те беда, детей обмана Добрый день! Сегодня я хочу поделиться своими мыслями Откуда берутся такие цены на охоту? Сегодня я немного расскажу о современном ценнообразовании Еще раз хочу пояснить Что на своем канале я высказываю свое личное мнение Это не мнение какого-либо государственного органа Это мое личное мнение Мои личные рассуждения Основанные на моем опыте работы охотоведом Для того, чтобы понять, как формируются цены На охоту в охотничьих хозяйствах Проведем краткий экскурс в историю Как вы помните, в СССР фактически была одна правящая партия Которая фактически и правила государством По аналогии с этой партией Были созданы три общества охотников Это Росохот Рыболов Союз Военное общество охотников И общество Динамо Военное общество охотников Объединяло охотников, которые служили в армии Динамо объединяло охотников правоохранительных органов И все остальные охотники Состояли в Росохот Рыболов Союзе Несмотря на то, что по уставу Председатели, руководители этих обществ Выбирались на общих собраниях На конференциях, направлениях В любом случае Высшее руководство общества Согласовывалось с партийными Государственными организациями Общество охотников выполняли Государственные функции Их билеты имели государственный статус Давали право на охоту По этим билетам можно было получить разрешение на оружие И путевку на охоту Цены на путевки были фиксированы И устанавливались государством То есть, если условно говоря Путевка на Зайца стоила 3 рубля То она стоила 3 рубля На всей территории РСФСР В республиках Других республиках СССР Цены были немножко другие Там действовали немножко другие правила Но на территории РСФСР Цены были едины И устанавливали их в Москве Времена изменились Законодательство изменилось Фактически строй Изменился Но общества остались Но общества остались как? Это фактически остались только названия От этих обществ А практически Это коммерческие структуры Юридические лица Которые заключают Охотхозяйственные соглашения На пользование объектами животного мира Их билеты перестали быть государственными Они не дают права на охоту Фактически это членские карточки Скидочные Для того, чтобы членам охот общества Охотиться дешевле, чем остальным охотникам На той территории, которую арендуют Данные общества охотников Также появились частные хозяйства Ну и также немножко остался Государственный охотничий фонд Сейчас он называется Общедоступные охотничьи угодья Сейчас цены на путевки Устанавливает каждое охотничье хозяйство Исходя из своих интересов Что сейчас дает право на охоту? Сейчас право на охоту дает Единый государственный охотничий билет Федерального образца Но это в теории он дает право на охоту Но чтобы конкретно В конкретных угодьях На конкретной территории поохотиться Нужно получить еще разрешение На добычу охотничьих ресурсов А если эта территория закреплена За каким-либо охотпользователем То еще путевку Которая одновременно является договором На оказание услуг В общедоступные угодья Разрешение на охоту Выдают государственные органы Выдача разрешения Это государственная услуга И за нее платится пошлина В настоящее время Пошлина в размере 650 рублей Но кроме этого Еще есть виды За которые берется сбор За пользование объектами животного мира Это разные виды Так например За одного тетерева Сбор 20 рублей За одного глухаря Сбор 100 рублей За одного барсука Или одну куницу Или одного бобра Сбор 60 рублей За одного кабана Или за одну косулю Сбор 450 рублей За одного лося Сбор 1500 рублей И за одного медведя Сбор 3000 рублей То есть Если условно говоря Охотник хочет поохотиться На рябчика или зайца В общедоступных угодьях Он платит госпошлину 650 рублей Получает разрешение И идет на охоту Если он хочет поохотиться На тетерева Он также платит госпошлину 650 рублей Плюс 20 рублей сбор За одного тетерева Если он хочет поохотиться В общедоступных угодьях На лося Он платит также Госпошлину 650 рублей Плюс 1500 рублей Сбор За пользованиями Объектами животного мира Лось Это фактическая Государственная цена За охоту В нашей стране Но в законе Об охоте Предусмотрено Что охотпользователи Имеют брать деньги Дополнительно За свои услуги А чтобы эти деньги Брали в обязательном порядке В законодательстве Предусмотрено Что Обязательно охотник При охоте В закрепленных Охотугодьях Должен иметь Помимо разрешения На добычу охотничьих ресурсов Еще путевку Которая одновременно Является договором На оказание услуг Если охотник Не берет Эту путевку Он не согласен С условиями Этого договора То он и не может Охотиться На данной территории Или если он охотится Без этой путевки То он является Нарушителем Правил охоты В теории Вроде бы Все правильно Но на практике Часто происходит так Что единственная услуга Которую оказывает Охотпользователь Охотникам Это они соглашаются Взять с них деньги За оказанную услугу И все Конечно есть Охотничьи хозяйства Где содержат Егерей Где построены Базы Где Хорошо устроена Биотехния Ведется подкормка Животных Охрана животных Борьба с вредными Хищниками Охотникам На охоте Предоставляются Услуги егеря Который сопровождает Их Предоставляется Охотхозяйственные Сооружения То есть Охотника Садят на вышку И так далее А есть Охотничьи хозяйства Где посторонних Охотников Не хотят Видеть совсем И для этого Устанавливают Потолок Цен такой Что Большинство Охотников Просто не могут Себе позволить Охотиться За такую цену В обществах Охотников Преимущество Дается Своим Членам Остальные Охотники Тоже Принципе Могут Охотиться В охотхозяйствах Общества Охотников Но они При этом Фактически Платят Тройную Цену Охотник А что же За охоту Платят Члены Общества Охотников Давайте Посчитаем Ну Во-первых Они платят Членские Взносы В разных Обществах Членские Взносы Разные Но это Достаточно Большая Сумма Далее Чтобы Поохотиться Во многих Хозяйствах Общества Охотников Требуют Отработку Или Охотник В обязательном Порядке Едет в лес Допустим Сеет Поле Покупает Зерно Сеет Поле Пашет Строит Кормушку Засыпает Ее Зерном Или Другим Кормом Ломает Веники Косит Сено Занимается Подкормкой В других Хозяйствах Это Не требует Это Делают Егеря Но С Охотников За отработку Берут Деньги Это Вторая Сумма Которая Входит Стоимость Охоты Ну И Последняя Сумма Это Стоимость Непосредственно Самой Путевки На Охоту Везде Она Разная Где Это Очень Большая Где Это Не Очень Большая Все Зависит От Местных Обществ Охотников Вот И Получается Что Член Общества Охотников Чтобы Охотиться В своем Хозяйстве Должен Заплатить Три Раза Но Спрос На Охоту Огромный Охот Пользователей Есть Возможность Каждый Год Практически Повышать Цены На Охоту Это И Понятно Жизнь Везде Дорожает Но Конечно Не В такой Степени Как Путевки На Охоту Но Тем Тем Спрос Есть Есть И Предложения Вот На Этом На Сегодня И Все Я Вам Рассказал Так Как Я Представляю Современное Ценообразование В охотничьем Хозяйстве А Вы Делайте Выводы И Задавайте Вопросы Пишите Комментарии А Я Постараюсь На Эти Вопросы И Комментарии Ответить До Свидания